МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельском палацопарковом ансамбле презентовали литературно-мастацкий альманах «Палац номер 4». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Беларуси началась доброчинная акция «Ты день лесу». В ее рамках на Гомельщине планируется посадить древо около тысячи гектаров. С первыми выниками ознайомился Олег Сентюров. Это саджанец сосны станет древом только про сто годов. Можно сказать, что это задел на будущее. Остается сподеваться, что начатки таких подарок оценят. Принять удел у акции запросили усих жидаючих – студентов, школьников, представников громадских организаций, органов УЛАДы и просто аматоров беларуской природы. Каб их намаганье не оказались даремными, уж мать таких лесгасах для посадки привезли саджанцы, які выращены у теплицах по сучастных технологиях. Прыживальность таких рослин до 95% – это вельми высокий показчик. У Вугули только у Гомельском лесгасе сёльта плануюсь вырастить к лету 350 тысяч саджанцев, в наступном годе – до 400. Для того, чтобы максимально снизить страты непосредственно подчас посадки, с доброохотными помощниками провели специальный инструктаж. После некоторых годин работы у дейники акции кажут, что ничего складанного в этом процессе нема, але крыху всё ж таки стомились. В принципе, это довольно нормально, ничего сложного нету. Главное – соблюдать весь принцип, чтобы не повывали из деревьев, так сказать, из лунок. План посадки на этот год у Гомельском лесгасе – крыху больше 600 гектаров. На сегодняшний день он полностью выконан. В связи с чем, работники лесной господарки взяли повышенное обвязательство и планують посадить саджанцы, додатково еще на 130 гектарах. Упланы ступени – это вымушенная мера, бо в последний час пришлось высекать сосны, которые пришли сохнуть. Коли не зарабить этого зараз, практически промысловая дровнина станет звычайными дровами. До речи, проведение акции «Тэдзинь лесу» минавито у гэты час не выпадковать. Необходно укластися оптимальные термины – пакуль у поверхнего слоя глиба, я шаюсь вильгать. Уровень грунтовых вод упал, и, соответственно, идет массовое усыхание, поэтому этот лес, который еще какую-то ценность представляет, мы вырезаем, и на этих площадях садим новый лес. Доброохотная акция «Тэдзинь лесу» протягнется до 8-го красавика. На Гомельчане за этот час сосны, берозы, дубы и ясени плануются посадить прикладно на 1 тысячу гектаров – это 20% от запланованного на этот год. Алексей Нечеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». В Гомеле прошли урожистости, примиркованные до дня яднания народов Белоруссии и России. Гомельчане и гости из Бранской области собрались в областном драматичном театре. Об коронях, которые связывают наши народы, у темлик уже хоров Гомельской и Бранской областей, можно мерковать по выставе, которая разгорнулася у фойе областного драмтеатра. Традиционные народные костюмы, хоть и мают в пыльной адрозине, але и подобных элементов на их шмат. В дарешине которых в вёсках Браншины и сёння можно пачуть такие белорусские слова, як «хата», «абуток», «тикарагод». Калі казаць об культурных сувязях двух регионов, яны вогуля вялікі. Толькі у минулым годзе россияне проезжалі на гомельчану для уделу в таких фестывалях, як «Дажынкі», «День белорусского письменства», «Клиш Палеся». Опрочатаго наші народы зв'язвае шматвякова і агульная гісторія. Упершую чаргу перамогу в Віалікій чынной війне. Якою цяною яна досталася нашім народам свечаць шматликі помнікі у темліку белорусская хатыни і российская хатсунь, вёскі спаліны нацистскімі захопніками. Але на гомельчані і браншані сёня не толькі памятаюць, але і актывна супрацовнічаюць. Далёко за межами Бранськай в області зараз відомое предприємство «Брансксельмаш», за основальніками якого з'являється гомельський завод сільськогосподарших машин. Партнерські освіти з російськими регіонами розвіваюць белорусські металургічні і гомельські хімічні заводы, предприємства «Гомельшкло», комбінаты м'ясної і малошній промысловості. У май гэтага года Бранськай в області має намір знов прыняць цю делу гомельським економічным форумі, дзе презентуюць свой експортний і імпортний потенціял. Головне мета усібакового супрацовніства – повышення узровню життя народів і взаємовыгодна інтеграція ва усіх сферах. Нам удалось за прошлый год, несмотря на все экономические сложности, увеличить внешний торговий оборот на 14% в целом с Белоруссией. А если говорить о Гомельской области, то это наш стратегический партнер в плане взаимоотношений в экономике, в первую очередь. Доля товарооборота в общем объеме Гомельской области достигает 35 с лишним процентов. Я с удовольствием могу констатировать, что процесс динамического развития будет продолжаться в этом году, потому что уже по первому кварталу мы увеличили товарооборот в 3,6 раза, в том числе как экспорт, так и импорт. Есть намерение создать туристические кластеры совместные и развиваем взаимопартнерские отношения в культуре, в науке, в обмене молодежными движениями и их инициативами. Гомельский городский центр занятости протягивает практику проведения джон-продприемства. На этот раз сюда запросили потенциальных матросов-выратовальников. С пропонуемыми умовами ознайомились наши корреспонденты. У минулого года, благодаря выратовальникам, на Гомельщине засталися у живых 76 человек. Колькость попередженных об необходимости захования правил безопасности на воде в уголе едино тысячи. Для эффективного контроля за ситуацией работники выратовальных станций уже зараз вядуть активную подрухтовку до чергового купального сезона с постоянными тренировками на воде. Плюс круглосуточный контроль ситуации с допомогой технических сроков. Гэта – достатково дейсный способ не допустить трагедии. С пачатку сезону на допомогу штатным супрацовникам прийдуть доброахвотники. У гэтым годзе у Гомеля их набора жыцявляется Прозгородский центр занятости. Ирина Разводова пришла попросить за мужа, який знаходится у командировцы. Муж захотел, услышал сегодня по радио, что набирают матросов-спасателей. И попросил меня очень слезно, чтобы я сюда прибежала. И записала его. Муж хорошо, очень плавает, ответственный. Пиратым, як стать доброахвотными матросами-выратовальниками, кандидатам пройдется пройти курс специальной подрыхтуки и поспехово сдать неколькие экзаменов. От плавания в бассейне до веславания на выратовальные лодцы и кидания выратовального круга. Плюс ведание приема указания первой допомоги. У вынику сдачи всех тестов, кандидатам пропануют работу на выратовальных станциях. С пачатку часовую, але с перспективой постоянного праца уладкования. Да, эта работа, которую мы предлагаем, она сезонная, действует в течение купального сезона. Купальный сезон начинается с 1 мая и заканчивается 31 августа. Вот 4 месяца, которые мы гарантируем работу. А далее, ну, это уже как получается. Но, в принципе, мы присматриваемся к этим людям, берем на заметку лучших. И когда у нас появляются вакансии, мы можем к ним обратиться и попросить у нас поработать. Межтым практику проведения дзен-продприемства с набором кандидатов на отримание конкретной профессии у Гомельским городским центры занятости плануют протягнуть. Наступные запланованы на первую полову кроссовика. Уже есть наметки, где-то в первой декаде апреля месяца тоже будет проведено. Значит, сейчас прорабатывается вопрос с нанимателем и обратно будет конкретно, под конкретную профессию. Алена Василюк, Олег Сентюров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Завтра означается Международный день распоусюживания информации о проблемах аутизма. Некоторые язык обмерковали за круглым столом у Гомельской областной детячей больницы медицинской реабилитации. Подробности темы в материале Ганны Ковалевой. Гомельская областная детячая больница медицинской реабилитации – одна из ведущих установ не только Гомельшины, а и Беларуси в уголе. Тут реабилитацию проходят дети с дефектами развития. Одночасово отрымливают допомогу каля 300 детей. Угод больше 5,5 тысяч. Частка з'их живет диагнозом аутизм, перемогчение, которые симптомы этого захворования маленьким пациентам допомагают неурологи, реабилитологи, физиопсихотерапиуты, логопеды и навод специалисты по рефлексотерапии. Вот такой мультидисциплинарный подход к оказанию реабилитационной помощи, он наиболее эффективен и используется среди подобных клиник, как в нашей стране, так и за рубежом. Аутизм называют одной из самых загадковых хворобья. Ее причина установить практически немогчима. Диагностовать с допомогой медицинских анализов так само не льга, только назираюча за дитяте. На это и робится упор у опошние годы. Увы, не кузако, что больше пильные диагностики растут и лишь бы статистики. Так, коли в 2015-м были выявлены 72 новые выпадки аутизму, то в 2016-м уже 82. Таким детям тяжко зрозуметь инших и навод говорить с ними. Отсюда поустая задача социализации. Шляхи ее выращения за круглым столом обмерковали медики, психологи, представники сферы эдукации и церкви. Выказать меркование, опирающиеся уже на свой опыт, сюда пришли и батьки, которые выховывают таких детей. Заметили мы нашу проблему, когда малышу было около двух лет. Ребенок родился совершенно здоровым. Сейчас малышу 7 лет. Что такое интеграция? Многие люди не знают. Другие родители не хотят слушать, не хотят видеть и не готовы принимать этих детей в свое общество. Надо, чтобы проводились беседы на классных часах в школах. Чтобы воспитатели в детском саду, как относиться к детям не только с проблемами аутиста, а вообще к детям инвалидам. В уголе информационная работа ведется, однако, зараз она особливо актуальна, ясно и тому, что в наступном навучальном годе будет сделана спроба навучать таких детей в звучайных агульно-эдукационных школах. И до этого часа треба усмоцнить информационную работу с усими субъектами сферы эдукации. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». У рамках акции «Корыстные каникулы» на базе среднеэдукационной школы номер 9 Гомеля отбылся день открытых дверей, які для школьников провели представники Министерства по надзвучайных ситуациях. Мэтта мероприемства уперед весновых каникулы продухили царот навученцов неосчастные выпадки. Я ще раз нагадать им о правилах безпечных поводинов в надзвучайных ситуациях, а так само представить максимум корыстной информации о профессии выратовальника. Дарайши у школе номер 9 за 2015 год были створены два пиратпрофильные классы по специализации попереджения и ликвидации надзвучайных ситуаций, які дають махшимость специализованной подрыхтовки до поступления у ответные в НУ. Дети, когда обучаются в этих классах, проходят пожарно-спасательный спорт, занимаются доврачебной помощью, строевой подготовкой вырабатывается. Скажем так, это популяризация профессии. И так как мы видим дальше продолжение, то и хочется этим заниматься. В том числе большую помощь оказывает областное управление МЧС в лице начальника управления Довголевца Андрея Владимировича. И Гомельский городской отдел непосредственно работает с нашими учащимися. Отповедный аддукационный процесс уже приносит свои плоды. Научшенцы передпрофильных классов, пероможцы и призеры престижных республиканских и международных споборництвов, повары на воротовальному спорту. До того, что дети постоянно поширают свои веды у сферы основ безопасности, воротования людей и оказания першей допомоги. Доводим информацию, которая, во-первых, обстановка существования, которая происходит в области, в республике, с чем приходится сталкиваться с спасателями, потому что эта работа действительно, она и благородная профессия, но требует много и физической выносливости, и где-то ради спасения других приходится рисковать своей жизнью. Литературно-мастацкий альманах «Палац номер 4» презентовали Гомельским палацово-парковым ансамбле. Учать вертым номеры кандидат Мастацтва-знавства Татьяна Литвінова представила читачам свой новый артыкул «Светки палацовой эпохи». Палац – это литературный альманах под редакцией Анатолия Боровского. Выдание смещает творы на белорусской и русской мовах. Основная мета палаца наибольшь полна представить не только сучасное культурное житё Гомельщины, а публиковать наилепших аутаров, але и не забываться на историчные падеи и особы, які отыграли истотную роль у литературном развитии региона. Вышли уже четыре номеры. У кожным выпуску обовязково представляются аутары, які працують у палацово-парковым ансамбле. Рассказывають про минулый и сёняшний час культурной установы. Артыкул «Светки палацовой эпохи» про тое, як у музея з'явився цікавый экспонат «Раритет» – презентабельный альбом фотографий «Гомель-1911» у Софьяновой Воклацы. И это такая полудетективная, может быть, история, когда вот эти поиски завершаются тем, что рождается некий образ, представление того, кто жил здесь в это время, в 1911 году. Это была княгиня Ирина Паскевич. И как бы сквозь призму её каких-то воспоминаний, такой, ну, где-то, может быть, немного фантазийно, была написана эта статья. Из мест «Альманаха» номер 4 достатково разнастайный широко представлены такие рубрыки, як «Спадшина», «Абрады и традиции», «Пишем для дятей», «Абсяги родного краю», «Пад крылом анёла», «Литература-знауства». У першим «Нумары палаца» часопис открывал артыкул доктора гистарышных навук Олега Макушникова «Замок, город и его же хары» у 16-18 стагодзях. У другим гисторик Валентина Лебедева рассказывала про революционные падеи 1917-го и «Гомельский друг». А у третьим «Нумары» директор Музея Гомельского палацова-паркового ансамбля Оксана Торопова разом с упрацовниками оповядала про музычное и театральное життя Гомеля 1911 года. «Мы рады тому, что выпускаются такие часоки, что у каждой библиотеки города Гомеля и у некоторых районных он поступает туда и читает. И поэтому мы запрошаем навод до себе читачоу, людей разных взрослых, чтобы они досылали нам свои творы, а мы за довольнением их будем друковать». Живую цикавость учитачоу литературно-мастацка «Гальманаха» выкликаю цеповяданья Михася Даниленки, якому, до речи, уже 95 годов. Зараз рыхтуется пятый часопис. Юлия Борисовец, Яугин Макенка, телерадиокампания «Гомель». И это была поштая информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и саджите за эфиром.